лариса квитко здрасте андрей здесь подскажите пожалуйста как правильно делать практики со стеклянным шаром чтобы избавиться от невезения и финансовых проблем никак никак невезение финансовые проблемы это не проблема это ваше особое восприятие мира в котором вы живете какое оно вы должны знать принципы денег один из принципов денег куда течет любовь туда текут и деньги задайте себе такой вопрос как много людей вас любят поставьте тиры эти люди вас любят просто так или за что-то вот увеличивайте количество людей которые вас любят просто так и независимо ни от чего в вашей жизни будет огромное количество денег каким образом не знаю делайте что-то для них пойти песни рассказывайте истории делайте красивое лицо у меня есть женщина она не умеет общаться и у нее лицо такое но все время пытается аж хамнуть такое создается ощущение как будто она хамнуть пытается такая на самом деле она вот здесь очень добрая и я видела на видео записал ну что я вам скажу здесь погода нормально мы все радуемся есть польское видео такое в польше есть песня и там женщина вот такая стоит у нее грудь такая красивая и она вот так стоит и там песни играть и она говорит вот смехнися то есть она говорит усмехнися чтобы жизнь тебе нравилась но она это делает так страшно что хочется не усмехнуться спрятаться прямо куда-то и вот она говорит одна из моих проблем заключается в том что меня вообще деньги игнорируют я согласен с ней она должна выработать внешняя привлекательность в которой будут качество где будет приятно слышать ее видеть ее разговаривать с ней наблюдать на нее визуально наблюдать за ней поэтому ищите возможно делая так чтобы вас много людей любили посмотрите если вы гуляете то на вас должны смотреть и радоваться обычно люди почему-то они пытаются создать такой внешний облик который отталкивает от них окружающий мир прямо отталкивает аж страшно смотришь на человека и хочется ой господи прости ой господи прости прямо знаете такой вид как будто всех разгрызу сейчас 2 это разговор когда человек разговаривает то ощущение как будто ко всему миру претензии а ты а ты а ты а как живут люди в семье эти сволочи эти негодяй эти какашки эти негодяй эти какашки эти сволочи эти киданули эти фашисты это шпана эти уроды это а еще вот я сейчас в ютубе а я еще не писала а ты дурак 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 почему а я зато умная самая умная так так много появляется час весы И так появляется много людей, которые не любят человека. Один раз написали где-то комментарий, а его 10 лет читают. А человек потом живет уже, протрезвел и говорит, ну что ж мне так в жизни везет. Ну что ж мне так в жизни везет. А его комментарии все читают и читают. Там написано, вы все какашки. Потом говорит, да что ж такое, так не везет. Может сходить кому-то. Ну так если оно там есть, оно как червь. И человек читает, написано там, Таня Герасимова, вы все какашки. Ну что ты какашка, сама ты какашка. И каждый сама ты, сама ты, сама ты, сама ты. Нельзя ненавидеть. Живите с близкими так, чтобы радовались. Живите так, чтобы дети вас любили, кошки, собаки любили, чтобы деревья вас любили, чтобы рыбы вас любили. Делайте так, чтобы кто-то из близких вас любил искренне. поддерживайте мам чтобы мамы вас обожали поддерживайте ваших стареньких мам если они еще живы так чтобы они вас обожали искренне там женщина писал андрей андреевич моя мама она старая очень и она ей она мне во всем бесит конечно будет бесить считайте что это ваше очищение кармы потому что когда старенькая мама ведет себя необоснованно и это приводит к агрессии то это карма это карма рода вот если с благодарностью с этой мамой пробыть все это время то после этого жизнь вашей вашей семьи вашего рода изменится в лучшую сторону ничего с этим сделать нельзя карма только на вторую ступень там я расскажу как очищать а так от всех финансовых проблем нет зайчики от финансовых проблем нужно избавляться если это долг ставите свечу смотрите на нее и как я объясняю в эзотерической школе кайла сжигаете сжигаете что с шаром делать но делаете так смотрите в шар и переживаете вечером извините пить хочу смотрите на шар и переживайте вот моя жизнь плохая что же делать нечем заплатить и тогда все время смотрите в шар если смотреть в хрустальный шар и переживать все время то это изменит жизнь как быстро все зависит от радости в вашей душе если радость вашей душе огромная то тогда ваши переживания быстро перегорают если радости нет никакой то никак будет очень долгая процесс идти очень хотелось бы ответить вам по-другому